всем привет я делась сегодня очень красивый и очень простой в общем-то узор из полу квадратов узор называется бесконечная звезда в общем все дальше расскажу пока я занимаюсь тем что разберу квадратики по рисунку у меня синяя палитра вот такая и я разложу их сейчас по цветам вернее по рисуночком чтобы мне было удобно и фоновые синие вот такие ткани девчонки квадраты у меня изначально по 8 сантиметров и сейчас я все цветные соединю с синими синий как будто фоновые или основной как хотите его назовите здесь в принципе фона как такового не существует просто за это на синяя палитра все теперь каждый цветной квадратик я соединю с синим вот таким образом я под гибкая диагональ чтобы мне было видно квадраты маленькие поэтому чертить здесь я не стала мне так все видно и дальше проложила две строчки по обе стороны от диагонали дальше все это нужно разделить и разрезать по диагонали вот таким образом мы заготовим сейчас полу квадратики со всеми цветами вот этот блок называется бесконечная звезда почему бесконечно потому что этот блок можно наращивать продолжать бесконечно и рисунок не нарушится вот смотрите вот такие заготовочки я сейчас сделаю из всех этих квадратов еще раз изначально квадраты по восемь сантиметров далее после того как мы все это соединим нам нужно срезать уголочки и подготовиться такие квадратики дальше мы выкладываем вот такую вертушку ну а дальше уже вот эту бесконечную звезду работаем с каждым цветом я не рассчитывала а просто из тех к ткани которые у меня есть собрала вот сюда вот видите по квадратике из разных расцветок но вы можете подобрать расцветки на свое усмотрение можно сделать вообще разноцветные цвет ткани дальше вы посмотрите как это в деле я покажу ставлю там фотографии дальше смотрите у меня вот такой планшет есть для удобства это обычная картонка обтянута флисом и туда я перекладываю по пять штучек в итоге я сшила 100 вот таких полу квадратиков с разными цветами и выложила звезду свою да там на стене сена у меня тоже обтянута флисом на флисе ткани хорошо держится просто их при пришлепнул и они держатся вот ну а дальше на машинку я вот так ношу на планшете тоже обтянула остатками флиса чтобы квадратики не соскальзывали ну а дальше я соединяю эти квадраты в полотно своим любимым скоростным способом ну так с верхнего левого угла начиная даю так поочередно собираем каждый рядочек добавляем к нашей такой вот гирлянде видите все квадратики держатся на ниточках ничего не срезаем это очень удобный способ точно таким способом собирают и лоскутное одеяло то есть если большое полотно там большие квадраты в свою очередь из лоскутных блоков да вот вот все это таким же способом собирается это очень удобно и после того как мы собрали ряды вертикальные нам нужно соединить их все по горизонтали единственное зачем нужно следить чтобы при пуске в каждом ряду смотрели в противоположные стороны вот и все вот видите первую четвертинку я сшила и далее точно также вторую третью переносила на планшете к машинке и собирала ну а дальше опять таки точно также я таким же способом соберу сейчас эти четверти в пары а затем эти пары между собой и получается потрясающий лоскутный блок который можно продолжать до любых размеров наращивать понимаете можете ну прежде чем сшивать определитесь уже с размерами примерно да вот цвета своей подбор можно в обои можно видите как этот блок добавляется то есть как растет эта звезда у нее нет границ ее можно продолжать и продолжать дальше и дальше если вы решите сшить такое лоскутное одеяло вот дальше вы посмотрите то возьмите квадраты ну начиная от 15 сантиметров чтобы потом сборке вам было все это удобно и в то же время размер этот гармонично смотрится то есть изначально возьмите 15 сантиметровые квадраты и приступайте к шитью дальше пока вы когда вы их накроите в этом поймете посмотрите размер свой можно посчитать прям нарисовать в тетрадке это же клеточки вот подобрать даже цвета там закрасить как-то до предварительно нарисовать свое одеяло в тетради и заодно прикинуть размеры но для одеяла вот прекрасно от 15 сантиметров там дальше вставила фотографии посмотрите самое оптимально и прекрасно смотрится и прекрасно можно спокойно свободно шить очень легкий в исполнении блок но он выглядит видите как сложно и очень красиво ну а дальше я поставила лапку для свободных того стежки вот вы видели до опустила там зубчики и дальше вот чтобы вот так вот шить это вам нужно потренироваться конечно мой блок не для одеяла это маленький блок из которого в итоге можно сшить там подушку сумку да хоть пальто что угодно понимаете вот таким образом работается и с одеялом тоже единственное что если вы шьете одеяло вот эти подкладка синтепон и вот мой топ который мы сшили с вами до лоскутный вот таким образом все это делается единственное что если вы шьете одеялом не обязательно такую вот прям мелкую стежку одеяло вы можете прострочить и в шов прямым ходом ну и свободно ходовой если уж прям хочется это скорее покрывала получится да можно прострочить вернее простегать его ручную после того как вы простегаете все вот таким образом я беру полосочку и я ее сейчас пристрочу с изнанки затем вот таким вот образом поверну на лицо ну и опять подогну и еще раз строчку положу вот таким образом я сделаю кромку и закрою сейчас все швы и то есть это я к тому что вот одеяло в принципе сам ходит работы вот процесс именно вот такой единственное что стежки отличаются и в размерах а далее все делается точно также смотрите какая прелесть вот такая бесконечная звезда я ее назвала бесконечной потому что она в принципе рисунок не нарушается ее можно до бесконечности продолжать наращивать эти лучики очень красивый блок и выглядит так сложно а шьется эти совершенно просто у меня в итоге девчонки изначально из квадратов 8 сантиметров получилось вот такое полотно из 100 квадратов вот видите 10 на 10 сеточка до которые собраны скоростным способом который позволяет не перепутать рисунок все эти лучи собрать как они лежат как вот мы выложили да вот и в итоге у меня получилось полотно 55 сантиметров вернее само изделие вот сама салфетка вот это естественно это может быть из сумкой и подушкой все что угодно будет очень удобный такой размерчик хочу сказать да чтобы вы видели понимали то есть можно смело брать вот эти размеры для сумки для подушки для салфетка ланч маты и так далее да вот ну а если вы сошьете такое одеяло это просто восторг очень красиво она смотрится можно сделать бордюры то есть раму кайму широкую до этой звезде а можно и без каймы вот так вот до конца продолжать и продолжать наращивать эту звезду затем сделать кромочку и вы получите вот такую красоту а все начинается вот с такого блока нужно соблюдать только то чтобы цвет был ромбами вот такими лучами цвет расходился вот и все его свете вот такое одеяло я шила в свое время вот такие коврики все это вот этот блок бесконечная звезда ну вот такое видео у меня сегодня для вас вы посмотрите какая прелесть прелестная ну а я на этом с вами прощаюсь совсем не надолго желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения всего вам самого доброго скоро увидимся пока пока